Приветствую вас! Речь пойдет о том, что такое добро и что такое зло. Причем мы дадим абсолютно точную формулировку этим двум понятиям. Но для этого нам нужно понимать, что такое высший смысл бытия. Дело в том, что высший смысл бытия можно понять просто из элементарного факта, который говорит нам о происхождении человека путем эволюционного процесса. То есть в процессе эволюции совершенствовалась человеческая способность познания, то есть способность человека мысли, чувствовать и творить. Стало быть, смыслом бытия и есть совершенствование этой способности, то есть сама способность и процесс ее совершенствования. То есть высший смысл бытия в эволюционном развитии, которое выражается в человеческом обществе, в развитии мысли, чувствовать и творить. Если мы, например, скажем, что это не так, что высший смысл бытия в чем-то другом, в чем-то таинственном, загадочном и недоступном для понимания, то это нас автоматически отправит опять к вышесказанному мною утверждению, что высший смысл бытия – это развитие способности мысли чувствовать и творить. Почему? Потому что если мы чего-то не знаем, например, мы не знаем, в чем состоит высший смысл бытия, значит, нам нужно узнать, в чем он состоит. Следовательно, нужно применить наши интеллектуальные ресурсы, а если их недостаточно, значит, их нужно развивать. То есть у нас получается вот такой смысл. Но дело в том, что часто люди понятие смысла путают с понятием цель, а цель, как правило, бывает конечная. Так вот, в области познания, конечно же, могут быть разнообразные конечные цели, но сам процесс познания бесконечен. Почему? Потому что объект познания бесконечен. Объект познания Вселенной бесконечен. Следовательно, процесс ее познания тоже будет бесконечен. Ну и, соответственно, эволюция инструмента познания, коим является человеческий мозг, тоже будет бесконечна. В общем, надеюсь, понятно, что высший смысл бытия состоит в эволюционном развитии. Теперь о понятиях добра и зла. То, что способствует эволюционному развитию, это добро. То, что препятствует эволюционному развитию, это зло. То есть, то, что способствует развитию способности мысли, чувствовать и творить, это добро. А то, что препятствует развитию способности мысли чувствовать и творить – это зло. Теперь, имея такую формулировку, можно применить ее каким угодно событиям, любых масштабов, и когда бы они ни происходили. Таким образом, можно сделать множество интереснейших открытий и выводов. Надеюсь, вам будет над чем подумать. Пока. Продолжение следует...